Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Роден. Буря. Мрамор. 44 на 50 на 29. 1886-1901 годы. Роден работал в собственной узнаваемой манере, однако в широком смысле многие его произведения относятся к такому художественному направлению, как символизм. Название говорит само за себя. Мастера оперировали символами, яркими философскими обобщениями, протворяя их образы радости, юности, расцвета силы старости и смерти. Так и в этом творении воятель изображает юношу, который олицетворяет ураган, бурю, грозу, неподвластные человеку свирепой силой природы. Привлекает внимание то, как слоистая структура мрамора эффектно выделяется благодаря вырезанной копней волосы персонажа. Большое количество учеников маэстро буквально преклонялись перед ним одним из самых талантливых преемников. Его художественных принципов в нашей стране стала Анна Голубкина, чей музей в Москве входит в число немногих скульптурных музеев в России. Образы, подобные представленным, стали характерны для ее творчества. Вот такое описание к работе Родена, она называется «Буря, мрамор, 1901 год». Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова